Причиной того, что я дошла до этой точки в своей жизни, к этому разочарованию, я думаю, было то, что я выросла в доме, который снаружи выглядел очень-очень хорошим. Мы жили в красивом доме с прекрасными соседями, у нас были все необходимые материальные блага, и тем не менее, за закрытой дверью он был очень-очень пустым и заставлял тебя чувствовать себя незащищенной. И я просто решила, что должна доказать существование лучшей жизни. Я выросла в Нью-Йорке в еврейской семье, мы посещали синагогу по большим праздникам, у меня были члены семьи, которые посещали синагогу каждую пятницу, каждый шаббат, и в моем доме, хотя мы и праздновали праздники, было такое понимание, что истории, стоящие за этими праздниками, это сказки, и что действительно что-то изменило в моей жизни, так это молитва, которой научила меня моя мама, когда я была маленькой. Сейчас я ложусь спать, я молю тебя, Господь, храни мою душу, и если я умру до того, как проснусь, Господь, забери мою душу. Когда моя мама научила меня этой молитве, я действительно знала, что существует Бог. И это оставалось со мной, это провело меня через детство, через мою юность. Я знала, что когда я молилась этой молитвой, был Бог, там высоко, который слышал меня. Мои мама и папа очень сильно любили меня, я всегда-всегда знала об этом, но я также росла в доме, где было много напряженности. С того времени, как я была маленькой девочкой, я жила с угрозой развода, постоянно висящей над моей головой. Иногда мои родители не разговаривали друг с другом днями, и я была посланником между ними. Было много испорченных взаимоотношений, и моя мама и бабушка ненавидели друг друга. Моя мама и брат не любили друг друга, и я росла с этим, просто чувствуя незащищенность. К тому времени, когда я поступила в колледж, я была очень-очень озлобленной бунтаркой. Я подсела на ЛСД, курила травку, я много раз лгала, чтобы прикрыть свою вину, и чтобы меня не поймали. И мне нравилось шокировать людей своим внешним видом, тем, как я одевалась. Я любила внимание. При этом, даже в 19 лет, и будучи в колледже, я все еще молилась той молитвой, которой меня маленькую научила мама. И это привело меня к настоящему поиску ответа на вопрос, кто же этот бог. И вывела меня на путь изучения индуизма. Буддизма, трансцендентальной медитации. Я преклонялась перед индийским гуру, я пела мантры, я просто искала чего-то во всех этих направлениях. Это было в то время в моей жизни, когда я встретила Майкла. Он тоже был евреем. И у нас однажды была беседа, мы говорили о наших надеждах, наших мечтах, наших страхах, наших мыслях, о Боге. И мы просто были поражены в конце этих трех часов тем, насколько мы были похожи. И мы оба знали после того разговора, что мы родственные души и должны быть вместе. Месяц спустя Майкл пришел ко мне и рассказал, что он поверил в Иисуса. И я была опустошена, потому что подумала, о нет, фанатики Иисуса — это нехорошо. Я имею в виду, после того, как я выросла в доме, где имя Иисуса никогда не упоминалось, на самом деле, если мы произносили его имя, это было равносильно произнесению проклятия. После этого нужно было промыть рот с мылом. Я выросла в доме, где мою маму учили, когда она была ребенком, что это вина Иисуса в том, что евреев убивали и преследовали веками, и что Гитлер был христианином. И это была просто ужасная новость для меня, потому что я знала, что не смогу принять то, что он сделал. Я не могла отрицать перемены, которые видела в жизни Майкла за этот один короткий месяц, но мне было совсем неинтересно слышать то, что он хотел сказать об Иисусе. А потом однажды он пришел ко мне и сказал, «Дэб, ты не против, если я просто кое-что прочитаю вслух тебе из Нового Завета?» Я подумала, «Окей, вы должны понять, что вот я, 20-летняя, выросшая в Нью-Йорке, ни разу не слышавшая и не читавшая ничего из Нового Завета за всю мою жизнь». И я понятия не имела о том, что Иисус был евреем, и я не имела понятия о том, что Его называли Мессией, которого мой еврейский народ ждал все эти годы. На самом деле, я думала, что Иисус был католиком. Я выросла возле католической церкви, там Он был на кресте, и я думала, что Он католик. Но я сказала, «Конечно, можешь прочитать мне вслух». Итак, он открыл Евангелие от Иоанна, 8 главу, историю о том, как фарисеи привели женщину, взятую в прелюбодеяние, к Иисусу. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали Ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе. Заповедал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь?» И когда Он читал это мне, я сидела на краю своего кресла. Я понятия не имела, какой конец у этой истории. «Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его». Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Когда Майкл прочитал мне то, что сказал Иисус, что-то открылось во мне. Я просто начала плакать. К тому времени я читала о Будде и Кришне и всех этих других богах где-то там. Но когда Он произнес эти слова Иисуса, я знала, это было чудо, будто бы Бог открыл мои глаза, и я увидела, что этот Иисус не такой, как все эти другие боги, о которых я читала. Так что это должны быть слова самого Бога. В том одном стихе вся любовь, все сострадание и вся милость Божия была заключена в них. И я просто начала плакать. Поскольку мои глаза были открыты, я тут же почувствовала огромный конфликт внутри себя. Как я, еврейка, могу принять этого Иисуса? Я помню, как просто закрыла свои глаза и молилась, и говорила, «Боже, если Иисус действительно Мессия, ты должен мне это доказать». Потому что я знала, что ставки для меня были очень высоки. Хотя я была озлобленной и бунтаркой, все еще была некоторая часть меня, которая не хотела разочаровывать моих родителей и всю семью. И я знаю, что Бог действительно доказал мне, что я была на правильном пути. Буквально на следующий день меня пригласили на собрание, и напротив меня сидел маленький мальчик, пяти лет, с мамой. И человек, который вел собрание, спросил, нужно ли за кого-то помолиться. И эта мама подняла руку и сказала, что ее маленький мальчик глухой на правое ухо. Человек подошел к этому мальчику и положил свою руку на его ухо, и просто помолился об исцелении во имя Иисуса, чтобы этот маленький мальчик начал слышать. И прямо здесь, передо мной, я увидела, как этот маленький мальчик стал слышать. И когда я увидела это, и что это было сделано во имя Иисуса, это было все, что мне было нужно. Неделю спустя я набралась смелости позвонить своей маме и рассказать ей новость о том, что я поверила в Иисуса. Это был тяжелый разговор. Моя мама была расстроена, она была в ярости и очень разочарована во мне, и очень сильно ненавидела Майкла. Потому что она знала, что, хотя он и был евреем, он был ответственен за то, что познакомил меня с Иисусом. И так это был очень-очень тяжелый разговор. И она закончила тем, что назначила встречу с Равином для меня и Майкла в надежде, что Равин сможет убедить нас не верить больше в Иисуса. И в результате этой встречи с Равином он сказал моей маме после этого, что уверен, что мы на грани нервного срыва, что мы в секте, и что мы потенциальные нацисты. Что только добавило расстройство моей маме. Потому что, если это сказал Равин, это должно быть правдой. Это очень-очень ее расстроило. Три месяца спустя мы с Майклом поженились. И, к сожалению, наши родители не пришли на нашу свадьбу, потому что нас женил пастор. Но вскоре после того, как мы поженились, мы жили на другом конце страны, и вскоре после свадьбы я позвонила маме и хотела ее подбодрить, потому что я была так счастлива. И я позвонила рассказать ей, каким чудесным был Майкл, как он меня любит, и что он обращается со мной как с принцессой. Я надеялась, что это улучшит ее самочувствие. Но вместо этого она сказала что-то вроде «Почему бы тебе просто не развести с ним и не вернуться домой и не жить со мной?» И когда она это сказала, мне я была настолько злой на нее, и я просто бросила трубку и пришла к Майклу. Я была злой, меня трясло, и я сказала «Ты знаешь, что моя мама сказала только что мне? Она ненавидит тебя, она ненавидит наш брак, я не хочу, чтобы она была в нашей жизни, она плохо относится к нам, я не хочу больше иметь с ней ничего общего. Она ненавидит тебя и ненавидит наш брак». Он выслушал меня и сказал «Депп, позвони своей маме еще раз и извинись за то, что повесила трубку. Мы будем любить твою маму, мы будем любить ее. А теперь позвони ей и извинись». Бог провел большую работу по очистке нас, двух хиппи-наркоманов, и Он научил нас, как быть ответственными, что является не таким и простым заданием для безответственных хиппи. И прошли годы, у нас есть двое детей, мы вырастили их в познании Господа. Мы начали бизнес, и живем очень... У нас очень счастливый дом и хорошая семья. Все, чего я всегда хотела, будучи маленькой девочкой в своем доме, этим всем Бог благословил меня в моей собственной семье. Наши дети женаты и служат Богу, и у нас есть внуки, которых мы обожаем. И наилучшее в этом всем, в этой истории, то, что моя мама, которую однажды... Которую однажды много лет назад возненавидела Майкла. Теперь Майкл, вероятно, наряду с моим сыном, для него наилучший из мужчин, ходящих по земле. И я знаю, что это результат того, что мы годами просто любили ее. Очень-очень сильно. И Бог благословил это. КОНЕЦ